Здравствуйте, с вами Евгений Панасенков. Мы продолжаем ретроспективу фильмов с участием по-разному знаменитого, но очевидно, что выдающегося французского актера Жерара Депардью. И сейчас я предлагаю вспомнить его биографию. Жерар родился 27 декабря 1948 года в бедной семье Де Де Депардью и Алис Марию. Вскоре, кроме финансовых проблем, добавились еще и семейные. Отец начал пить и пропадать из дома, оставляя Лилетту одну с тремя детьми. Замечу, что позже, в течение 7 лет, в семье разделись еще буквально трое детей. То есть, такая ситуация. От недостатка родительского тепла и общения у маленького Жерара стали развиваться проблемы с речью. Он начал заикаться и почти все свое детство общался с жестами. В 1951 году в рамках развития военного блока НАТО в его родной город Шатару прибыла американская военная база и значительное число американских летчиков и служащих. Де Депардье и другие дети города проводили почти все время на базе. Здесь же он познакомился с американской культурой. Юность у будущего актера выдалась беспокойная. Он начал заниматься боксом, но вскоре бросил. Потом его обвинили в краже топлива с американской базы и хотели отправить в колонию для несовершеннолетних. Он как сумел этого избежать. Осенью 1965 года один приятель уговорил Жерару уехать на удачу в Париж. Поначалу он жил у друга и от нечего делать стал ходить вместе с ним в школу актерского мастерства. Бесшабашный юноша понравился одному из педагогов, и тот сам оплатил Жерару курс по исправлению речи и взял в ученики. Упорство и трудолюбие кардинально изменили жизнь Депардье. Из трудного подростка он превратился во вдумчивого молодого человека. Благодаря импозантной внешности и темпераменту он быстро делает актерскую карьеру, играя самый широкий спектр образов, от комических до трагических. Сегодня мы с вами будем смотреть фильм 2005 года «Просто друзья». Фабула такова. Серж и Клод друзья. Серж обаятельный холостяк, который не желает отказывать себе в наслаждениях и при любой возможности ухаживать за девушками. Клод скромный и даже стеснительный молодой человек, уставший от одиночества, уже два года пребывает в поисках некой, как он говорит, настоящей женщины. Вот в этих поисках и похождениях приятели проводят все время французского полнометражного фильма. Ну а мы все вместе будем за ними подглядывать вечером на телеканале «Москва. Доверие». Эта кинонеделя, доложу я вам, у нас выдалась колоритная. Шутка ли, мы пересматриваем фильмы с участием Олега Табакова и Жерара Депардье. Ну, шутка не шутка, но мне надо следить за тем, что я говорю. Сейчас ведь каждое слово надо сто раз обдумать, двести раз проконсультироваться с юристами, а уж потом вам его, понимаете, совершенно свободно. Естественно, органично сообщать. А то скажу я вам что-нибудь не то. То есть надо, чтобы я сообщил то, а я вот напортачу и сообщу не то. Фраза вроде короткая, а последствия будут длинные, как нос Сарано да Бержерак. Так что если вы чувствуете, что я о чем-то умалчиваю, не удивляйтесь, так надо. Вообще, молчание всегда было золотом, но сейчас оно просто уже необходимо в целях самосохранения. Вот я и думаю, как мне вам тут рассказывать, но в то же время, видите ли, понимаете, ничего не сказать. Одна радость, что рубрика короткая, а то бы я на лишней минуте обязательно чего-нибудь сказал. То есть одна биография Депардье чего стоит, особенно последние ее вехи. Вот тут особенно надо думать, чего говорить. Я вчера весь вечер думал, решил вообще ничего вам об этом не говорить. Я также внимательно изучил творческую биографию этого выдающегося французского актера. Ну, там, фильмы типа «Вальсирующий» или «20 век». И тоже понял, что и об этом лучше помолчать. Ну, как не было. То есть, если кому интересно, все есть в интернете. А это интересно, особенно в фильме «20 век» есть то, что интересно, но я уже не могу. То есть, я, конечно, могу, но уже нельзя. Ну, а сегодня мы с вами будем смотреть комедию режиссера Бертрана Блие «Вечернее платье». И вот здесь я попадаю в настоящий тупик, потому как я обязан последними ругательствами распинать сюжет этой ленты. Мы все должны с этим сюжетом бороться. В наших редактах нет места тому, о чем повествуется в фильме загнивающего французского комедиографа. Знаете, когда я недавно пересматривал это «Вечернее платье», так я просто полыхал негодованием. Буквально все в этом фильме противно моей натуре, моей вековой нравственности, углубившейся в моей генетике. Хотя и наука – это генетика. Есть не что иное, как позорная служанка буржуазной безнравственности. Тяжело, знаете, как тяжело осознавать, что и некоторые из вас посмотрят этот фильм сегодня вечером на телеканале «Москва. Доверие». Субтитры создавал DimaTorzok